И еще о проблемах столичных. Монсоветники от партии социалистов выступили с инициативой по пополнению кишиневского бюджета, а также решению проблемы строительства в главном городе страны. Они предлагают введение специальной квоты в минимум 10% от доходов компаний, строящих на арендованной земле. Деньги пойдут на нужду муниципия. Также они намерены публиковать онлайн списки тех застройщиков, которые ранее были судимы или имели проблемы с законом. Строительные компании, возводящие жилые дома на арендованные у Кишинева территории, должны платить муниципию как минимум 10% от стоимости квартир. С таким предложением выступают муниципальные советники от партии социалистов. По их словам, бюджет почти не пополняется за счет аренды, которая стоит практически копейки, не более 10% в год от рыночной стоимости. Однако сами арендаторы, заключив контракт со строительной фирмой на возведение жилого здания, получают большой процент от продажи квартир. Допустим, если будет построено здание, в котором 100 квартир, абсолютно нормально потребовать от застройщика 10%, то есть получится 10 квартир будут в собственности муниципия. Эти квартиры могут пойти многодетным, инвалидным и так далее, те, кто стоят в приоритетной очереди. Одинцов отметил, что муниципальные советники разработают соответствующий законопроект, который будет представлен на рассмотрение в парламенте. Также социалисты предлагают внедрить реестр проблемных строек, материалы которого будут размещены на сайте мэрии, либо на будущей интернет-странице муниципального совета и будут доступны для общества. Еще они считают необходимым опубликовать полный список застройщиков и людей, причастных к строительству, у которых были проблемы с законом.